Привет, это Кабанчиковая история, и на плоту мы продолжаем, и ты уже наверняка заметил некоторые изменения у меня на плоту. Пойдем, я тебе все покажу, расскажу. Короче, у нас появился третий ярус, хотя мне говорили, типа, зачем ты строишь такой небоскреб на воде, не делай этого. Но тут не совсем третий, он вот так вот выглядит, короче. Здесь у меня расположились птицы в виде чаек, они приносят мне перья. Дальше мы проходим такое, немножечко дальше, как это сказать, коридорчик. И тут у меня расположились, ух ты, вода кончилась. И тут у меня расположились курица и лама, мои лучшие друзья. Ну и, конечно же, у них есть дерево. Как без дерева, надо же прятаться где-то в каком-то теньке. Лужаечки, пожалуйста, все как в пятизвездочном отеле. Ну, в общем, все лухари. Ну и как ты видишь, у меня тут вот еще изменения есть, смотри. Подъемчик сюда и лесенка туда. Сделал так. Хотел сделать отсюда лестницу, вот такую же, как вот эта. Но не хватает высоты этой лестницы, поэтому пришлось сделать так. О, нифига себе, вот это я рискнул. Открытым оставил загон. Они же у меня убежать отсюда могли. Так, ломай, я пришел тебе подстричь. Я еще, кстати, знаешь, что сделал, смотри, значит, мотор и штурвал. Якорь еще сделал. И вот еще что сделал. Полочку. Потому что меня бесят вот эти вот стоящие в ряд сундуки. Полочку я хочу разместить вот сюда. Вот так вот она прям сюда вписывается грамотно. Слушай, прям вообще хорошо. Во! Отлично! И сюда буду складировать сундуки. Сундук берем, место есть, все отлично. И размещаем его, наверное, в самом низу, да? В самом низу. Вот здесь вот ему отличное местечко. Прям хопа! Ну и так дальше башенкой. Я же все, омлет хотел попробовать. Ух ты, екарный! Екарный, прям сверху вот так вот. Кия! На тебе! Стоять! Я же здесь все равно проткнул. Так, я жрать хочу, во-первых. Очень хочу жрать. Вот. И я хотел сделать себе омлет. Попробовать, по крайней мере. А еще мне нужно, знаешь, кастрюлю. Нужна кастрюля. Нет, омлет не получится. Нужна сковородка, видимо. Я не знаю, почему здесь написано, что это котелок, но выглядит это как кастрюля на костре. Нужен сок, лианы, болт и прочь всякая дребедень. Найдем. Хьюзен у меня проблемы. Из-за вот этой вот штуки сюда сундук еще один не вмещается. Блинский. Так, у меня есть одна идейка. Если я здесь вот так вот сделаю. Вот так вот. Сюда сундук поставлю и по нему буду вскарабкиваться. Это же должно получиться, правильно? На сундук вставать же можно. Он прямо вот сюда вписывается, но не хочет. Я, кажется, понял. Здесь полочка узенькая, поэтому на нее нельзя этот сундук поставить, по всей видимости. Тогда я сюда поставлю поменьше сундуки. По крайней мере, попробую их сюда запихать. Не, слушай, не прокатывает. Тогда надо сделать еще одну полку. Ее поставить и провести эксперимент здесь. Ну да, вот эта полка, она чуть поуже, чем первая. Но это же не повод туда не ставить сундуки, правильно же? Блин, реально на нее нельзя поставить сундук. Ну что за дела? И что ж я буду ставить на последнюю полку? Кажется, придумал. Придумал, что я туда затолкаю. А где мой кошак? Вот он. Кошачочек ты у меня будешь стоять. А не, ему тут никак. Где вонючие кеды? Вонючие кеды, вонючие кеды. Вот они. Вот они, может, кеду я туда сюда? Блин, ничего не получается сюда затолкать. Ладно, этот сундук, короче, разместим вот здесь. Но не так. А вот так вот. И тогда сюда два сундука влезут. Слушай, а что я вот с этими сундуками так не сделал? Дырявая моя башка, надо же было так же сделать. Блин, вот развернуть их и сюда больше бы влезло. Исправляем ситуацию. Ну, по крайней мере, попробуем это сделать. Вот так вот. У меня пришло время пожрать вот эту здоровую рыбину. И кабанчик сегодня будет сытым. Давай, жри ее. Возвращаемся к работе, значит. Блин, хорошо, что мне эта мысль пришла сейчас. А то бы все сундуки пришлось бы по-новому перетаскивать. Хорошая мысль, а приходит опосля. Сундуки сильно вытолкал. Теперь вот так вот они торчат. Ну и пофиг. Ну вот и все. Ой, упал. С местом для хранения разобрались. День прошел плодотворно, пора бы поспать. Кстати, если кто-то спросит, почему здесь у тебя нету стенки, я отвечу. Эту лестницу сраную нельзя было поставить просто так, на стенку. Нужно было стенку убрать, и только потом лестница ставилась. Звучит максимально дебильно. Ну что, пришло время покидать этот остров, но сперва, сперва, сперва мне нужно взять вот этот прессованный мусор, сходить за червячками. Доброе утро. Пробейте мне, пожалуйста, восемь червяков. Благодарю. Ну как же издалека смотрится роскошно мой плод. Я бы даже сказал, круизный лайнер. Ну все, поднимаем якорь и отчаливаем. Плывем куда-то туда. Нужно поставить руль. И, кстати, я уже хочу давненько заменить кровать на гамак. И пить хочется. Сейчас пойду попью. О-о-о, попадос, приплыли. Воды-то я не набрал с утра. Капец. Ну хоть жрачка есть. Короче, пока я страдаю от обезвоживания, покажу, что я хочу. Вот, вот такой вот гамак хочу. А что я, кстати, туплю? У меня арбуз есть, я ж могу арбузом напиться. Переносим наш шкаф. Или не переносим, пускай пока в кармане у меня побудет. Забавно звучит. Шкаф и в кармане. Значит, берем руль, берем вот это, вот это тоже возьмем. Сейчас это все здесь лупанем. Окошечко. Я думаю, что окошечко можно тут убрать. Как думаешь? Сейчас руль давай вначале поставим. Увидим, как это все будет выглядеть. Руль. Вот так вот сбоку, да. Тогда здесь вот окно уберем. Прям хочу вот чисто. Вот так вот, что... Нет, это слишком, конечно. Надо вернуть, как было. Так, руль крутить мы можем. Это все здорово. Теперь нам нужно как-то установить двигатель. А двигатель, как я помню, он очень здоровый. Его просто так никуда не воткнешь. Елки-маталки. Мне придется, видимо, убирать плавильню. Ох ты, елки-палки. Я стою, а меня разворачивает. Это как называется? Смотря, а что, что, что? А, так это из-за руля. Это из-за руля. Я руль крутанул уже, блин. Елки. Сейчас, подожди. Надо выставить все. Все грамотно выставить. Вот так. Вот посерединке. Посерединке. Вот, вот, вот. Вот, все. Плывем. А я думаю, че я кручусь, сверчусь. Вот. Теперь все нормально. Плавилки мои убираются отсюда. Я бы, наверное, отсюда вообще все убрал. Проблема в том, что у двигателя есть колесо, которое вращается. И оно должно находиться в воде. Поэтому мы делаем небольшие манипуляции в виде дырок у меня в плоту. Вот это, конечно, место очень опасно смотрится. Но, что поделать. По всей видимости, нам больше дырок нужно. Ну, хорошо. Вот здесь вот есть и дырку еще сделать. Встанешь. О, отлично. Е-е-е-е. Двигатель разместили. Теперь нужны дрова, чтобы заправить вот эту штуку. Ну, дополна не получилось. Как есть, так есть. И пробуем завести. Нам нужно ехать в ту сторону, поэтому туда. А где тут заведите? Активировать. О, да. Поехали. Ништяк. Инженерия, все дела. Мы плывем. Можно пару собирать. Хотя нет, надо его оставить на всякий пожарный. Пускай он будет. Ну, как бы я его уберу, но уберу его в коробочку. Когда надо, достану. Ну, раз у нас есть двигатель, мы теперь можем плыть куда захотим. Аккумулятор. Надо аккумулятор. Вот так вот. Включаем. И нам нужно развернуться вообще в другую сторону. Разворот. Левая руля. Шикарно. Я бы, если честно, еще бы и компьютер перетащил. Поставлю где-нибудь вот здесь вот прям рядышком. Чтобы смотреть и сразу поворачивать. Это же удобно будет. Надеюсь, что по антеннам все ок. Антенна номер три слишком далеко. Тогда антенну разместим внутри. Таким макаром. Смотрим. Тфу-ты-юты. Слишком близко друг к другу. Давай тогда сюда. О, все работает. Значит, разворачиваемся теперь в ту сторону. Поворачиваем, поворачиваем, поворачиваем. Выравниваем. Еще чуть-чуть поворотик. И вот нам прямо надо. Но у нас здесь небольшая проблемка. У нас топливо закончилось. Пойду заправлять движок. Дерево, слава богу. Кто-то жрет мой плод где-то. А-та-та. Сейчас глазики повыкаливаю. Скотина все-таки отхавала, да? И идем заправлять наш двигло. Вот так. На полную. Пойду сделаю гамак себе на ночь. Ну, брысь отсюда. Мне перенужны. Готово. Пусть он будет где-нибудь у меня вот здесь. Е-е-е. Роскошная кровать нормальная. Ложись спать в ней. Утро доброе. Там впереди остров. В принципе, он нам пока не нужен. Плывем сразу по нашим координатам. Еще километр остался. И надо еще якорь, кстати, разместить. А то забуду потом. Ох, елки-палки. Я забыл, что якорь тут тоже здоровенный. О, блин. Пока я тут с якорем возился, мы сейчас... Е-е-е-е. Выруливать надо. Выруливать. А задний ход. Конечно, вот это неудобняк. Неудобняк, когда ты это... Когда двигатель внизу, а рулевое управление наверху. Мне нужен помощник, е-мое. Так, значит. Левого руля. Сейчас будем оплывать его. И вот так вот выравниваем. Должно пойти. Вперед, испечняй. А я пойду за штурвал. Буду сейчас выруливать. Еще, блин, хвост не видно же. Зеркал заднего вида нет, поэтому не сориентироваться. Хотя проплываем. Все нормально в этот раз. Так, погоди. Там что, там ящики что ли какие-то или что? Или мне кажется? А, нет, это дерево просто поваленное. О, блин, батарейка съела. Я на ночь забыл ее вырубить. Ай-яй-яй. Какая же я бестолочь. Так, значит. Возвращаемся к нашему шкафчику. Он будет у меня стоять рядом с кроватью. Вот так вот. А прислитель, естественно, будет стоять на улице. Пускай здесь пока. Ну и плавильни тоже тут разместим. Как-то так. Теперь вопрос все-таки надо решить с якорем. Куда же тебя ставить-то? Короче, якорь, походу, буду ставить где-то здесь. Надо расширить наш плод. Вначале нужно что-то поломать. Типа вот это вот. А теперь починить. Так вот. С ресурсами опять жопа. Пластик нужен. Вот так кажется. Блин, этот якорь такая вредная штука. Он еще не в каждое место вписывается. Не хочет ставиться. Так вот, что-то. Ага. Еще надо чуть-чуть нарастить. Ну, елки-палки. Твигатель заглох. Топливо кончилось. Ну, теперь-то ты встанешь сюда. Ой-ё. Ой, там акула, там акула. А-а-а. Все-таки за жопу укусила. Засранка. Это долбанный якорь. Это все из-за тебя. Это все из-за еще ржать хочется. Так, ну что там? Ты встаешь, не встаешь сюда. Капец. Я ему столько места тут настроил, а он все вставать не хочет сюда. Уже устал указательный палец держать и падать со своего плота. Так, ладно, я сейчас ему тут дырку сделаю. Замечательно. О, наконец-то. Так, погоди. Я тупил. Надо было раньше дырку, наверное, сделать. Если мы дырку сделаем вот здесь вот. Он же тоже встанет. Правильно? Ну, конечно. А я тут тупил. Все, якорь имеется. Берем снова дрова. Закидываем сюда. И продолжаем плыть. У меня, короче, в планах еще, знаешь, что было? Сделать второй ярус, где у меня был бы огород. То есть вот это я хочу снести. Вот так вот. Ну, ладно. Верхушку восстановим, ничего страшного. И делаем типа, типа, нет, не вот так, а вот так вот. И здесь второй ярус. Пока собирал дрова, нашел кучу посылок. Давай откроем. Хочу это делать так вот. Ну-ка. Ох, как я это все разрываю. У, кружка. Металлическая крутая походная кружка. Это мотивационная цитата. И стол. Скукота. Ладно. Продолжим, значит, строительство второго этажа. Ух ты, ух ты, ух ты. Подожди, мы вышли из бухты. Это какого лешего я сюда приплыл опять? На кой черт я здесь что забыл? Ну, я помню, что я тут одну записку не нашел. Но зачем я сюда снова приплыл? Ладно. Поищу одну записку и отправимся дальше. Блин. Видать, я не те координаты вбил. Так, все, вырубайся, двигатель. Двигатель, стопэ. Ой, поворачивай, поворачивай, поворачивай. Якорь, сбрасывайся, где-то тебя сбросить-то етить. А, вот ручка. Сбрасываем. Все. Все, огонь. Причалили. Так, дровищечки возьму сейчас. Второй этаж по максимуму доделаю. А то негоже работу на полпути бросать. Опля. Перепрыгиваем. Опля. И вот, в принципе, готово. А это у меня второй свет будет. Ну, роскошно же. И поверху вот так вот рассадник у меня там будет. Так, акула что-то там опять отгрызла. Но жеванный торт. Плату скоро будет хана. Ладно, пойду поищу последнюю записку, которую я забыл. Мне в комментариях они писали. Короче, пока я там лазил везде все наверху еще разок, я не заметил затопленные этажи. И в прошлый раз я их тоже не заметил. Поэтому давай посмотрим тут записочку. Скорее всего, она тут спряталась. Лишь осталось ее найти. Надеюсь, что акула сюда не заплывет. Не откусит мою вонючую жопу. Хотя сдалась она. О, в ящиках ничего не было в плане записки. Тогда поднимаемся на второй ярус. На полузатопленный. Может здесь что-то у нас висит где-нибудь? Слушай, ни черта вообще не вижу. О, кейс. Портфель. Вот и заметка последняя. Нашли. Ура. Теперь можно со спокойной душой отсюда плыть. Давай посмотрим, про что там пишут у нас. Значит, вот она. 12 декабря. Мы остановились на ночлег. Филин залез на вышку. По всей видимости, радио еще работает. До Селены нам плыть две недели. Но команда не отвечает. Обстановка, можно сказать, напряженная. Остальное уже под водой. А значит, если Селена потерялась, мы плывем в пустоту. А теперь еще и Синица не разговаривает с нами обоими. Хочется верить, что мы не последняя надежда человечества. Сокол. Все. Тут закончили. Пойду координаты менять. И батарейку бы надо еще сделать. Так, значит. Последние координаты у нас. Это 6499. Я их помню, как выставлял. Но что-то походу сбросилось. Походу сбросилось. Так. Это походу чайки. Я знаю, что это чайки. Подвох мне устроили. 499. 9. И плыть нам теперь... Ой, капец, как далеко. Снова 2 километра, но вправо. Поднимаем наш якорь. Задний ход. Поплыли. Так, надо завести. Топливо там ок. С топливом все ок. Нам же направо... О, еще и батарейка сейчас может сдохнуть. Так, разворачиваемся. Нет, не в эту сторону, не в эту. В другую сторону. Разворот, разворот, разворот. Угу. Угу. Почти, почти. Эх. Села батарейка. Ну, короче, где-то так. Вот так вот нам надо плыть. Батарейку отсюда изнимаем. И переключаем в ту сторону. Поплыли. Батареечку сделал. Втыкаем. Чуть-чуть нам нужно вот сюда. Отличненько. Готово. Выключаем. Экономим батарейки. И плывем в дальний путь. Ну, и, конечно же, еще рассаду надо наверх закинуть. Это сюда. Это здесь. Теперь высаживаем все. И поливаем. Ну, красота. Теперь осталось только здесь полки. Я полки хочу. Точно. Я про полки забыл. Я же хотел полки здесь навешать. И на них грядочки поставить. Но этим мы займемся уже в следующей серии. Если, конечно, у нас будет время. Так как в следующем видео нас ждет новый остров. Поэтому не забудь поставить лайк. Подписаться. И тогда мы снова увидимся с тобой в этом приключении. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok